И снова здравствуйте, друзья! Вы, как всегда, на нашем любимом канале Давай наливай, где мы не только наливаем, но и даже чего-то выпиваем. Сейчас мы обозрим вторую бутылочку, вторая часть. Это односолодовый виски Гленморрой. Выдержка спиртового у него односолодовых 3-7 лет. Ну, считается по низшей ступеньке, то есть он фактически трехлетний. Виски шотландский. Давайте быстренько об историю. Я понимаю, что мало кто интересуется. Но для справки. Изначально это была пивоварня. Она открылась в 1897 году. В 1915 году ее выкупила соседняя винокурня Гленморрой. И с тех пор они сотрудничали. Сотрудничали они до 2008 года. В 2008 году их выкупили французы. Винокурня осталась в Шотландии, но принадлежит французам. Я надеюсь, что запах, вкус и все остальное осталось на прежнем шотландском уровне. Итак, приступим быстренько к обзору. Пробочка здесь уже не винтовая. Здесь уже пробочка. Даже у нас появился чпок. На цвет виски у нас светло-золотой. Виски начального уровня. Значит, еще раз. Бутылочка 0,7. Куплена была по акции. Венах мира где-то 650. Без акции стоит где-то под... По разным. До 900 гривен. Ну, куплена 650. Вот цена подкупила. Это тоже односолодовый виски начального уровня. Ожидать от него там сверх каких-то вкусовых качеств не приходится. Но, тем не менее, мы его обозреем. Для начала смотрим ножки. Вот здесь ножки уже видно. Маслянистость получше, чем в бленде. И сразу приступаем к носу. Вот здесь сразу чувствуется мягкий солодовый вкус. Оттенки груши. И зеленого яблочка. Запах довольно мягкий. Спиртозности практически нет. Вот чем отличается односолодовый виски от бленда? Вот сразу чувствуется разность и запаха. И, я надеюсь, вкуса. Сразу быстренько перейдем к вкусу и узнаем, насколько он хорош. Сделали маленький глоточек. Виски прекрасные. Можно сказать, даже, наверное, я не посмотрел, есть ли тут смуки. Да, дымные виски. Виски довольно мягкие, приятные. Солодовые вкусы переплетаются с яблочкой и грушей. Бочки дубовые. Маленький слабенький оттенок, который не заглушает эту прекрасную гамму вкусовую. Виски достойный. И кто хочет перейти на более дорогие, на односолодовые со скотчей, вот можно смело Глен Морой рекомендовать прекрасные односолодовые виски начального уровня. Наш канал рекомендует. Для этой ценовой категории мы ставим твердую пятерку. Довольно приятный, хороший виски. Конечно, сравнивать его с 10-18 летними не приходится. Но, тем не менее, виски прекрасные. Закрепляем успех. Да, ничего плохого сказать не могу. Только хорошее. На этой замечательной ноте будем с вами прощаться. Помните, алкоголь вредит вашему здоровью. Не напивайтесь. Не херачьте с рюмок бутылку. И потом говорите в комментариях, что виски плохой и я от него завонялся. Пейте маленькими глоточками. Получайте наслаждение. Всем пока. Встретимся, как всегда, на обзоре. До свидания.